Один из анекдотов, таких классических анекдотов про Брежнева, как раз связан с Олимпиадой, про то, как Брежнев зачитывает на церемонии открытия свою речь, и в какой-то момент, когда он говорит, что люди доброй воли из разных стран собрались вместе на Москве, и ему говорит о-о-о-о-о. К нему подбегает помощник, говорит, Леонид Ильич, это Олимпийские кольца, да, это не надо говорить. Москва скоро станет прекрасной столицей Олимпийских игр. Понятно, что некоторым западным партнерам хочется заглянуть за железный занавес, как они говорят, передавать, и им поможем. Какой вообще дурак придумал эту Олимпиаду в Москве правоохранения. 60-е были временем очень драматичным, хотя у нас связаны какие-то культурные ассоциации, что 60-е – это отепель, время надежд. После тяжелых сталинских времен какой-то просвет, да, но в мире в целом это было время чрезвычайно драматичное. Время, которое началось там Карибским кризисом и закончилось Вьетнамской войной. В западных странах успели произойти какие-то молодежные революции, все перевернулось с ног на голову, и очень много разных геополитических и социальных потрясений. 70-е, по сравнению с этим, были временем, ну, такого затишья и, как бы, успокоения и стабилизации. Понятно, что все равно там полыхает где-то на Ближнем Востоке, есть нефтяной кризис, от которого страдают в основном западные страны, но при этом, как бы, заканчивается Вьетнамская война. С одной стороны, начинаются какие-то контакты Советского Союза и Соединенных Штатов. Там Никсон, президент Никсон приезжает в Москву, Брежнев едет в Америку. Возникают разные, там, совместные такие-сякие культурные и спортивные проекты. В 75-м году летит в космос совместный советско-американский экипаж на корабле «Союз Аполлон». Начинают снимать какие-то фильмы совместного производства и с Америкой, и с западными странами. Гастроли, то-се, приезжают в Советский Союз впервые, ну, как бы, настоящие западные звезды. Пепси-кулу начинают разливать на заводах в Советском Союзе. И Олимпиада, то, что Москве дали провести Олимпиаду, решение принято в 74-м году. Это тоже часть этой большой истории. Потому что, ну, как бы, до этого Олимпийские игры не проводились. Ни в одной условно-социалистической стране или стране Восточного Блока. Это было себе просто невозможно представить. И все это, как бы, начинает лететь под откос прямо накануне Олимпиады. Исламской революции в Иране, Китайско-Вьетнамская война и, наконец, ввод войск в Афганистан, советских войск в декабре 79-го года. Вот эта история 70-х заканчивается переходом к новой эпохе, ну, такой, международной напряженности и геополитического противостояния. Ввод войск в Афганистан, как тогда говорили, ввод ограниченного контингента советских войск, повлиял на подготовку Олимпиады совершенно драматически. Вообще, по документам, которые рассекречены и опубликованы, по документам протокола совещаний в Политбюро, видно сейчас, что это решение было, ну, не то чтобы однозначным, и оно вызывало вопросы даже на самом верху советской системы. Не все были уверены в том, что надо это делать. Страна на границе южных советских республик, там происходит сначала революция социалистическая, потом гражданская война. Вроде бы у власти социалисты мы должны их поддержать, а вот если их сбросят, то придут к власти вообще непонятно кто, исламисты или что, и они, конечно, тут же договорятся с американцами. И насколько мы можем судить, решение было принято под предлогом того, что, ну, вот смотрите, мы сейчас туда зайдем, как бы все разрулим и уйдем, как это было в 68-м году в Чехословакии. Очень быстрая, буквально-таки, спецоперация. И вот тогда нам за это ничего не было в Чехословакии. Ну, то есть, как бы Запад повозмущался, и дальше начали жить спокойно, наоборот, только какая-то разрядка началась. И сейчас ничего не будет. До Олимпиады все разрулится и успокоится. Так не получилось. Спойлер, да? Советские войска там застряли на следующие почти что 10 лет. Практически сразу после ввода войск, через несколько дней буквально, президент Картер объявил, что давайте выводите их обратно, как бы иначе мы бойкотируем Олимпиаду. Что в итоге и произошло. Разрываются контракты на спонсорство и на поставку разных всяких штук для Олимпиады, а Советский Союз очень много всего закупал для того, чтобы Олимпиаду провести. Электронику, строительные материалы, технику, билеты, которые продали уже заранее западным туристам, становится понятно, что никто не приедет. Для организаторов Олимпиады это просто период совершенно адского кризис-менеджмента. Тоже знакомая ситуация. Принимается какое-то политическое решение, и потом менеджмент на нежестоящем уровне должен как-то выкрутиться и наладить все параллельный импорт. То, что не привезли из Франции, нужно теперь купить непонятно где, в Венгрии. Или сделать самим, или черт его знает, что с этим делать. «Адидас» везет огромное количество спортивной обуви. Это западно-германская компания. ФРГ бойкотирует Олимпиаду вместе с Америкой. Но вот как бы так выкрутиться, чтобы они все-таки нам чего-то успели довести. Кстати, с «Адидас» это совершенно блистательно удалось. «Кока-кола» официальный спонсор всех Олимпиад. Всех. С 20 какого-то там восьмого года. Америка бойкотирует Олимпиаду, американским компаниям запрещено что-то делать. Наши договариваются, что «Кока-кола» на Олимпиаде продаваться не будет, и логотип «Кока-колы» нигде не присутствует. Но «Фанта» это вроде бы окей. Подождите, сколько у нас всего готово. Вот не на бумаге. На данный момент готовы 44 объекта. Из 97. Что такое Олимпийские игры? И тогда, и сейчас, и в любом году. В общем, это в некотором роде борьба за цивилизационное и культурное превосходство на мировом уровне. Нужно всему миру показать наши способности так, чтобы все ахнули. Вот смотрите, советская система способна вот на это. Для советской власти это еще традиционно возможность создать такую парадную витрину, которая немножко не похожа на настоящую жизнь, но которая произвела бы на всех пиарно-репутационное впечатление. Это возможность превратить Москву на две недели в такой образцовый социалистический город. Чтобы она была как на открытке. Чтобы приехали иностранцы и ахнули. Это не то, что у вас там в Нью-Йорке бездомные на улицах валяются. А вот смотрите, тут как бы все чистое, все в цветах. Солнце сияет. Все улыбаются и так далее. Есть еда, какая хошь. Ну и вообще атмосфера праздника. Вы знаете, что организаторы, хозяева Олимпиады сделали все, чтобы она прошла, как незабываемый праздник. Чтобы на ней царила атмосфера мира, дружбы, честного спортивного соперничества. Чтобы сохранились лучшие традиции легендарных Олимпийских игр Древней Эллады. Это была такая операция, не имеющая аналогов в советской истории. Как бы на время Олимпиады в Москву невозможно въехать. Ну вот если ты, например, ну там едешь из Воркуты в Сочи через Москву, а мы знаем, что транспортная связанность в Советском Союзе и в России, ну такая, что иначе, чем через Москву, не всегда возможно добраться. Вот. То ничего у тебя не получится. Тебя просто в Москву не пустят. Если у тебя там заболела тетушка в Биберево, то тебя в Москву не пустят. Как бы если только командировка и если только ты работаешь на обслуживании Олимпиады. Вот буквально по поездам ходят патрули, на вокзалах проверяют документы, людей снимают с поездов, не пускают в самолеты. Как бы никто лишний и посторонний в Москву не должен приехать. Значит, родители всех уговаривают отправить детей куда подальше, там в пионерский лагерь или к бабушке в деревню, чтобы на время Олимпиады их тут не было, чтобы они не мешались под ногами. Высылают, ну вот просто усаживают в автобусы и отправляют за 101-й километр. Людей, которые состоят на учете милиции, как там алкоголики, дебоширы, тунеядцы и так далее, и так далее. Как бы вот буквально происходит зачистка Москвы от всяких подозрительных элементов, которые могут испортить эту парадную картину. Хотела стать актрисой. У себя в поселке там ходила, занималась. Потом втрескалась в драматург одного, ну такой мужик был постарше. Поехала за ним в Москву. Драматург он оказался так себе. Ну и я актрисой не стала. В дни Олимпиады действительно происходит событие, которое создает вот эту общенародную коллективную эмоцию. Но к Олимпиаде оно не имеет никакого отношения. Оно находится с ней в противофазе. Это смерть Высоцкого, о которой, опять же, не говорят по телевизору, не говорят по радио, не пишут в газетах. О которой сообщает маленьким квадратиком на последней странице газета «Вечерняя Москва». Все, больше про это нигде нет ничего. Но все об этом знают в тот же день. Потому что это передается из уст в уста. Все об этом знают в тот же день. Вплоть до Владивостока. Высоцкий – это абсолютный культурный герой, общенародный. Сейчас ничего подобного даже представить себе невозможно. Это человек, которого реально слушают все. Который выражает какие-то общие эмоции и общие отношения к жизни. Не официальное, не парадное, не партийное, но человеческое. Для властей это прям проблема. Потому что у тебя кругом соревнования, иностранцы, вся милиция занята на том, чтобы все охранять. И тебе нужно тупо проводить в последний путь человека, с которым, хочешь ты этого или нет, но придут прощаться десятки и сотни тысяч людей. И от того, что ты не показываешь по телевизору, контраст еще более ярок и вопиющий. И это происходит. Там, опять же, принимаются всякие меры для того, чтобы этого не допустить. И прощание в театре на Таганке, оно вот там занимает всего несколько часов. И везде стоят милицейские кордоны и пригоняют дружинников, чтобы люди там никуда-то не выходили на улицы и так далее. Но все равно, ну, просто вся Москва выходит и стоит на пути следования вот этого траурного. Вся Москва провожает Высоцкого. Люди стоят на тротуарах, на Таганской площади, на крышах домов, на крышах автобусных остановок, где угодно. Все, кто это присутствовал, вспоминают какое-то бесконечное людское море, да, которое провожало, наверное, не будет преувеличением сказать, любимого сына страны в последний путь. И это все абсолютно диссонирует с атмосферой праздника, вот этой вычищенной до блеска Олимпийской Москвой. Это посреди огромного праздника, к которому, мирового масштаба, к которому готовились там шесть лет, происходит настоящая трагедия, объединяющая всю страну. На братских могилах не ставят крестол. Но разве от этого легче? Я бы сказал, что вся страна смотрела на Олимпиаду по телевизору прежде всего. Во многих отношениях Олимпиада – это последний всплеск таких вот оттепельных надежд. Да, когда мы говорим про оттепель и про надежды, как бы мы очень часто проецируем на ту эпоху нынешние надежды. Ну, как бы о каких-то свободах или о каких-то благах цивилизации, с которыми для нас связана полноценная жизнь. Оттепельные надежды во многом связаны с не понятием свобод или каких-то благ, а с понятием прогресса. С надеждами на какой-то прорыв научный, технический, который изменит вообще все. Ну, то есть, не знаю, как насчет полетов к дальним звездам, но вот случится какая-то там наука, техника, человеческий разум достигнет как бы такого состояния, которое изменит само по себе все аспекты устройства жизни. И понятно, что в 70-е годы в Советском Союзе это, ну, как бы затухание вот этого оптимизма и этих надежд, как поется в популярной песне того времени, не изменится этот порядок вещей. Но поскольку Олимпиада как бы придумывается еще в начале 70-х, то в ней есть след вот этого оптимизма. Вот эти удивительные формы велотрека, да, этот цветок спортивного зала «Дружба», этот космопорт в Шереметьево и построенная, кстати, французами, спроектированная французами, удивительная футуристическая гостиница «Космос». Это все вот такие, ну, как бы мечты о прекрасном будущем. Олимпиада – это вот последний всплеск, ну, такой даже не веры, а ощущения, что это будущее возможно. Такие события объединяются страны и людей. Субтитры создавал DimaTorzok